Древняя речь 27 октября состоялась конференция работников и учащихся Казанского федерального университета. Повесткой дня стало избрание ученого совета и утверждение нового коллективного договора. 27 октября в Малом зале КСК Уник состоялась конференция работников и обучающихся Казанского федерального университета. На конференции собралось 400 делегатов, состоящих из преподавателей, студентов и сотрудников КФУ. Такой обширный обхват показал значимость и причастность всех к данному собранию. Одной из главных повесток дня стало избрание ученого совета. Всего численность совета достигла 98 человек. Из них избираемые 69. Определились они путем голосования в соответствии с квотами подразделений. Второй по значимости вопрос утверждения коллективного договора на 2017-2020 год. Были внесены поправки. Одна из них – изменение номинования Казанского федерального университета. Из полной аббревиатуры убрали слово «профессиональный». Также был введен новый пункт «молодежная политика», включающий перечень мер, направленных на поддержку сотрудников КФУ до 35 лет и их возможность представлять университет на молодежном уровне, в различных форумах и конференциях. Коллективный договор после принятия поправок приняли путем открытого голосования, большинством голосов. В ходе конференции рассказали о присвоении КФУ четырех звезд качества по версии международного агентства QS. Эти цифры еще раз подтверждают уровень качества образования и востребованность Казанского университета. Наши движения в различных рейтингах. Я почему на этом акцентирую внимание? Потому что данный проект «Дорожная карта» в реализацию программы «5 ТОП-100» глобальной конкуренции является на сегодняшний день основным документом, который в то же время достаточно устойчиво финансируется сегодня федеральной ценой. И является показателем для позиционирования нашего университета как внутри страны, так и за его пределы. Уже сейчас можно говорить о том, что в текущем году наблюдается значительный рост показателей институтов КФУ и востребованность их исследований. Диана Шилова, Леонард Авлетьяров, Универньюз. Для настоящего педагога нет ничего невозможного. Им точно известно, как раскрываются детские таланты. Наука ли это на самом деле? В теме разбиралась Аделя Шамилова. Педагогика – дело непростое. Ее смело можно назвать колыбелью знаний, давшей старт в мировой науке. Но является ли педагогика наукой на самом деле? Эта дилемма мучает умы миллионов специалистов по всему миру. На этот вопрос попробовали ответить казанские педагоги на круглом столе с представителями технического университета Дрездена. Практически мы бывали во многих странах, знакомились с подготовкой учителей. Везде существуют свои проблемы. Они самые разные. Поэтому не случайно сейчас в научном мире такой большой интерес к правлению подготовки учителей. Примученные многих стран пытаются найти в том числе универсальные модели. Стоит отметить, технический университет Дрездена имеет много общего с Казанским федеральным в области подготовки педагогических кадров. Словно брат-близнец, немецкий вуз не намерен отставать от казанских коллег и уже полностью осознает, в чем. Я не упустил возможности понаблюдать за тем, как Казанский федеральный университет готовит педагогические кадры. Интересно даже то, что педагогическая модель Казанского университета опирается на самые последние тенденции в развитии общества. Благодаря вам наш вуз мог бы выйти на более высокий уровень и показать соответствующие результаты. И тем не менее, к идеальной модели учителя 21 века никто не пришел. Ответ на вопрос наука или педагогика или призвания до сих пор не найден. Это легко объяснить. Ведь каждая страна имеет свои уникальные задачи в воспитании молодого поколения. Но наверняка совместная работа с коллегами из технического университета Дрездена позволит Казанскому федеральному университету найти ответы и не на такие вопросы. Как язык современной драмы отражает картину мира сегодня? И каково воплощение в жизнь современной российской и европейской драматургии? Узнаешь в следующем сюжете. С 25 по 27 октября состоялась 4-я международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы романских языков и современные методики их преподавания». В мероприятии было организовано кафедрой романской филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Были затронуты такие важные вопросы, как жанровое своеобразие, новаторство и традиции современной российской и европейской драмы, языковые особенности разных регионов. Особое внимание уделили методике преподавания иностранных языков и переводоведения. Ценность ее в том, что она охватывает, во-первых, как те романские языки, которые представлены у нас в институте, это испанские и французские. Кроме того, аспекты филологии, дидактики, переводоведения – очень широкий спектр проблем. А цель данного мероприятия – это чего проводить? Во-первых, сплотить, сплотить ученых-романистов, которые работают по всей России по этим проблемам. И, во-вторых, даже мы его проводим больше и для студентов, чтобы они поняли и видели, чем занимаются их преподаватели, какие направления научной деятельности им представлены у нас. Мероприятие объединило ученых России, Франции, Испании, работающих в области лингвистических и лингводидактических исследований романских языков, а также межкультурной коммуникации и языковых контактов. Программа конференции включала в себя посещение спектаклей казанских театров, читки современной российской и западноевропейской драмы, встречи с деятелями театра «Круглые столы». О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». Президент Республики Татарстан Рустам Яниханов и мэр Казани Ильсур Медшин сыграют в товарищеском матче между сборной ветеранов татарстанского и чешского хоккея. Противостоять нашей сборной будут известные чешские хоккеисты, многократные призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург разбили на три этапа. Участок Москва-Казань будет сдан до 2020 года, а к 2025 году завершатся работы на линии Казань-Ялабуга. В торговом центре «Мега» проведут лекции и мастер-классы по профилактике инсульта. Принять участие в мероприятии и задать вопросы лучшим неврологам республики может каждый желающий. Акбар содержал третью победу подряд. В домашнем матче чемпионата КХЛ Казанский Акбарс принимал югру из Ханты-Мансийска и победил со счетом 4-1. КФУ будет консультировать главную нефтяную компанию Колумбии. Ученые КФУ помогут колумбийской нефтяной компании вести постоянный мониторинг и контролировать разработку месторождений. Ученые Казанского федерального университета выступили на астрономическом конгрессе в США с четырьмя докладами, которые были посвящены определению положения центра массы Луны, фрактальному анализу нашего естественного спутника и проблемам физической либерации Луны. С 4 по 13 октября свои конкурсные программы и творческие возможности демонстрировали более тысячи начинающих артистов из 17 институтов Казанского федерального. Шла колоссальная работа жюри по отбору лучших из лучших. И вот он, долгожданный итог всех стараний. На галоконцерте-фестивале выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы, творческие объединения и сольные исполнители. Подробности в сюжете Елизаветы Евтефеевой. 26 октября прошел долгожданный галоконцерт «День первокурсника-2016». Это самое ожидаемое мероприятие для всех первокурсников Казанского федерального университета. На протяжении 9 дней студенты каждого института факультета представляли на суд жюри свои конкурсные программы, демонстрировали свои творческие возможности. Ребята готовились днями и ночами для того, чтобы их творческие номера оценили жюри и фестивали и зрительский зал. По традиции галоконцерт посетил ректор КФУ Ильшат Гафуров, выступив с приветственным словом и напутствиями для первокурсников. Университет – это не только место, где мы учимся, это не только место, где проводятся исследования, но это и место, где раскрываются таланты. И поэтому, прежде всего, я бы хотел пожелать моим молодым коллегам, чтобы все больше и больше вы раскрывались, раскрепощались и нашли себя, чтобы вы в стенах университета нашли большое количество друзей, надеюсь, с которыми потом пройдете по длинной дороге жизни. Программа «Гала-концерта» поразила зрителей своей масштабностью и внедрением инновационных технологий. Сюжетная линия была посвящена рассказу о студенте-первокурснике, который был отчислен из университета после первой сессии. Главным героем стал Владимир Ильич Ульянов-Ленин, который невероятным образом пробудился и спустился с постамента своего памятника. Прекрасно вписались концертные номера, которые как будто бы исполнялись прямо там, на сковородке. Съемника концерта, наверное, в театральной конве, в театральной, потому что раньше обычно были просто ведущие, а тут есть и ведущие, а есть еще и театральный канал, как эта история. И мы постарались взять номера абсолютно разных жанров, со всех институтов, как можно. Ну, просто максимально все направления здесь. С каждым годом уровень фестиваля растет, вовлекая все больше первокурсников в культурную жизнь. В этот вечер на сцене были представлены лучшие творческие номера студентов в сильнейшей коллективе институтов. Своими впечатлениями поделились одни из победителей фестиваля. Сейчас мне очень радостно, потому что мои работы, ну, конкретно фотоработы, никогда не занимали высоких мест на определенных фестивалях. Сейчас вот такой первый раз. Мне это очень волнительно и очень запоминающий для меня момент. Это очень круто на самом деле. То есть сначала дикое волнение, а потом просто кайф и эйфория, когда это все заканчивается. Все радуются, кричат, испытывают очень-очень бурные эмоции. Очень круто на самом деле. Не забываемые впечатления. Очень много положительных эмоций, которые, наверное, останутся навсегда в моей жизни. Торжественное подведение итогов традиционно стало награждением институтов и факультетов КФУ за лучшие концертные программы. Все институты были распределены на три группы – большую, среднюю, малую, в каждой из которых были определены призеры. Елизавета Ивтифеева, Роман Самарин, Универньюз. Сходи на концерт, навести бабушку или погуляй в осеннем лесу с друзьями. Наполни эти выходные теплыми воспоминаниями, которыми сможешь греться долгими зимними вечерами. До скорых встреч!